Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Езжай! Субтитры подогнали Симон. Добрый вечер, милый! Ты по мне соскучился? Я? Ну да, разумеется. Зачем ты включила фары? А это, чтобы лучше видеть тебя? Чего ты не целуешь девушку? Или ты хочешь спросить, почему у девушки такие большие зубы? Так это ты пыталась протаранить нас сегодня? Любимый, я же вас только пугала. Испугался, да? Прости? Откуда у тебя эта машина? У папы не отдал жила. Да ты понимаешь, что ты могла нас покалечить? Могла сама покалечиться! Единственное, чему я научилась вот этой долбаной Америке, так это круто водить тачку. Ну вот и все. Теперь нам ничего не мешает. Пойдем же скорее сольемся в экстазе. Света, 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 что происходит? Да что с тобой сегодня? Со мной? Ничего. Я решила тебя простить. А что может быть лучше, чем примирение на ужин любви? Ты что, выпила? От тебя пахнет. От духи такие. Виски-драйв. Пойдем? Света, подожди. А чего ждать-то? Время детское. Папа не на работе. А месячное у меня только через неделю. Послушать ко мне нельзя. А почему это нельзя? Всегда была можно, а теперь нельзя? Видишь ли... Ай, да. Совсем забыла. А нет, Ас, ну ты знаешь, я подготовилась. Ну? Как тебе? А? Соглас, целоваться неудобно. Зато дерьмо мне так воняет. Подожди. Я не хочу ожидать. Мне нужно тебе кое-что объяснить. А мы сейчас поднимемся, и объяснишь? Да? А это кто? А вы, простите, к кому? Я вас плохо вижу. А мы к Горелову. К Никите Васильевичу. К Горелову. А его нет дома. Вы что-то хотели? Клавдия... Евгеньевна. Клавдия Евгеньевна, это вы что ли? Да. Простите, не узнала. Богатой будете. Это Светлана Боголюбова. Вы тут с Никитой. Пустите нас, пожалуйста. Ой, извините, Светлана. Я тоже вас сразу не узнала. Света, не надо. Не ходи. Надо, Горелов. Надо. Мне нужно с тобой поговорить. Вот там и поговорим. Ну, показывай, где она? Света, держи себя в руках. А я в руках. Еще в каких руках? Где, здесь? Да, согласна. Для сна еще рановато. Света, я... Занята! А где? Я же все равно ее найду. Где? В гардеробе? Кому ты хочешь найти? Ту девку, которая ночевала у тебя вчера. Ее нет. Что? Врешь! Где она? Она ушла. Слушай, это совсем не то, что ты думаешь. Я пытаюсь тебе объяснить. Всего доброго. Света! Свет, может быть, ты выслушаешь меня? Ты урод, Горелов. Понимаешь, моральный урод. Да послушай, там... Не слышать тебя, не видеть не хочу. Свет. Отвали, а! Да послушай, услышь меня. Я с собакой погуляла. Ужин на столе. Никита Васильевич. Пойду я? А где Лия? Она ушла. Куда она ушла? Куда она ушла? Я с собакой погуляла, еду приготовила. Ну, это ж не моя забота. Ваши дела свой нос совали. Нельзя было её отпускать. Пойду я. До завтра. Простите, ради Бога, это моя вина, но суп у вас сегодня получился с клёцками. Суп? Какой суп? При чём здесь суп? Я приготовила вам бульон, но ваша квартирантка, она почему-то добавила в суп клёцки. Ну, и что? Ну, так вы же не любите клёцки. Да кто вам сказал, что я не люблю клёцки? Ну, вы сами. Простите. Всего хорошего. До свидания. Клавдия Евгеньевна. Клёцки. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё соточку. Девушка, а вам не хватит? А тебя не спрашивают, хватит мне или нет. Тебе говорят, налей. Девушка, чем вы так расстроены? Чё надо? Надо чё, ну? Ну, хочу узнать ваши планы на вечер. Мои планы? Угу. Послай тебя. Знаешь, куда? Ну? Как сегодня мои планы? Отлично. Я всё понял. Чё ты понял? Что вы сегодня типа не в духе? Типа того. Ладно, я пошёл. Дорогу показать? Спасибо, знаю. Счастливо оставаться. Девушка, а сдачу? Засуньте себе её знаешь куда. Эй, милая. Ну? Поехали в лес, я тебе город покажу. Покажешь, только сначала загони. Сейчас загоню и всё сама тебе покажу. Покажешь. Счастливо. Покажешь. А, пе-по-по-по. А, пе-по-по-по. Глеб, где ты была? Мне позвонил Карлсон. Мы ездили с ним к Виктору Павловичу. К Виктору Павловичу. Ох! Я запретил тебе подходить к телефону! Хорошо, объясни мне, зачем ты вообще подошла к телефону? Не кричи на меня, пожалуйста. Да я не кричу, я говорю! Слишком громко говоришь. Я увидела, что звонит Карлсон, вот и подошла. Зачем? Ты не понимаешь, что он подонок? Он тебя предал, он тебя в карты проиграл. Ты тоже на меня играть собираешься? Да я не собираюсь на тебя играть, я собираюсь тебя отыгрывать. Ты разницу улавливаешь? Что ты кричишь? Да потому что я волновался. Понимаешь, тебя могли убить, изнасиловать, все что угодно. Да хоть Виктор Павлович твой. Да ты что? Да он старый совсем, он же меня дочкой называет. Глаза мне смотрит, а самого слезы... Извращенец! Зачем ты сюда поехала? Меня Карлсон попросил. Если бы он попросил с крыши прыгнуть, прыгнула бы? Или переспать с ним, переспала бы? Нет, с крыши бы не прыгала и спать бы с ним не стала. А вот, вот поехать я бы поехала. Почему? Потому что я сейчас обратно буду езжать. Я же только на минутку весточку тебе передать, что вы играть будете завтра. Записка у меня есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничего не происходит. Я приехала! Ты чего себе приехала? Ты машину раскурочила, красавица! Папуль, дармуль, дело-то житейское. Ты что, пьяная? Честно. Супли. Да. Ты что, с ума сошла? Как ты могла сесть за руль в таком состоянии? За руль. Я раз езжала, газотормоз перепутала. Живая, живая, здоровая. Света, Светочка, Света, Света, Асдурат, Асдурат! Телефон захочет! Телефон. Ну, где этот телефон? Ну, откуда я знаю, где этот телефон? Света, Светулька. Ой, почему Светлана Александровна на полу лежит? Ты не принесла телефон? Нет нигде вашего телефона. Ну, как это нет? Дай. Может, ты ей подушечку под голову положишь? Не трогай ее, там сотрясение может быть. Алло, скорая. Немедленно приезжайте. Да, моя дочь попала в аварию. Да, разбилась на машине. Нет, не на дороге. В гараже. Ну, так получилось. Боголюбова Светлана Александровна. Ну, откуда я знаю? Плохо ей. Умирает она, слышишь, нет? Приезжай немедленно. Что? Запиши адрес. Поселок Солнечный. Ясеневая аллея. Дом номер 18. 18. Боголюбов Александр Иванович. Ну, зачем тебе мои данные? Она умирает. Приезжай быстрее. Все. Никитушка… Почему ты шепчешь? Не знаю… Никитушка… Не знаю… Никитушка… Что? Мне ведь уже ехать надо. Куда? Я же говорила к Виктору Павловичу. Ты что? Ты с ума сошла? Ты же мне не дал ничего сказать. Виктор Павлович условие поставил. Играть будете завтра. В семь. У меня в куртке записка с адресом. Когда приедешь, скажешь тому, кто откроет, что ты к Виктору Павловичу. А до завтра я у него должна быть. Иначе игры не будет. И ты веришь ему? Ты думаешь, что он так и будет всю ночь реном плакать, да? Нет, не думаю. Думаю, он все же спать ляжет. Да я не об этом. А о чем? А что, если он к тебе приставать начнет? Никита. У меня же там даже своя комната есть. Виктор Павлович мне ключ от нее дал. Он такой вежливый, обходительный. Ты зачем он тогда хочет, чтобы ты у него была? Ну, как я поняла, ежели я у него буду, значит Карлсон вроде как долг свой отдал. А если у тебя, то его убить могут. Никит, я пойду. Я так и сказала, что я к тебе только вещи забрать и обратно. Я пойду, да? Подожди. Значит, передай Виктор Павловичу, что у меня к нему тоже условия есть. Он к тебе не пристает. Никит. Он к тебе не пристает, это раз. И еще. Об игре ничего не должен знать Александр Иванович Боголюбов. Это кто? Не важно, фамилию запомнишь? Да. Хорошо. Я поняла. Почему ты опять шепчешь? Не знаю. Что, ты серьезно? Внешний осмотр показал, что ничего страшного с вашей дочерью не случилось. Ну, мы, конечно, посмотрим, сделаем рентген руки. Похоже на перелом. Ну, так почему она до сих пор без сознания? Ну, это обморок. Глубокий обморок на фоне сильнейшей алкогольной интоксикации. Кстати, вообще-то по факту аварии я должен был вызвать сотрудников ГИБДД, полицию. Ну, потому как, сами понимаете, но в таком состоянии за рулем это… Кто за рулем? Она не была за рулем. Она упала. Дождь прошел, видишь, поскользнулась. Да. Ну, а машина? А машину я разбил, да. Не вписался. Держи, держи, держи. Давай, тут все свои. Ну, знаете… Ну, вот так вот. Все хорошо. Я вам верю. Ну, и правильно. Не знаю почему. Просто верю и все. А можно я с вами поеду? Ваше право. Благодарю вас. Не, ты просто псих. Ты с ума сошел. Тебе лечиться надо. А это… Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? А что я делаю? Ты знаешь этих людей? Кто они такие? А это твоя барышня. Откуда она взялась? Она? Ее зовут Лия. Это все. Мне этого вполне достаточно. А ты не думал, старичок, что это обыкновенная разводка? Что ты имеешь в виду? Ну, разводят людей на деньги. Иногда на большие деньги. А Лия – твоя. Это всего лишь приманка. Лия – приманка. Лева. Ну-ка, посмотри на меня. Чего? Понятно. Значит, у вас все уже было. Что? Ну… Ну, старичок, ну… Ну, не мне тебе рассказывать, что секс в наше время – это не повод для знакомства. Ты же сам говорил, что ее бывший приятель содержит притоны. Ты уверен, что она там не работает? Это она тебе сказала. Так, давай-ка поговорим о деле. А я последние десять минут только и говорю, что о деле. О нашем общем деле, из которого ты можешь вылететь быстрее, чем пробка из бутылки шампански. Ты понимаешь, что ты не только себя подставляешь? Ты всю контору подставляешь, весь холдинг, наконец. Девушку ему понравилось. Лев, хватит! Я всего лишь попросил заменить меня сегодня вечером. А завтра мне рассказать, что и как. Если ты не можешь этого сделать, я попрошу кого-нибудь другого. Никита! Так хватит, я сказал! Пойми, этой девушке нужна помощь. И кроме меня ей помочь некому. Я что, должен наплевать на нее? Только не надо передо мной Робин Гуда разыгрывать, хорошо? И лапшу мне на уши вешать тоже не надо! Ты прав. Она мне понравилась. Я бы даже сказал, очень. А ты подумал, что будет со Светой? Лев, давай я сам разберусь, ладно? Я как-нибудь сам разберусь. Скажи, ты съедешь вместо меня на объект сегодня? Что за вопрос, старичок? Конечно съезжу. Но знаешь, если бы я был на твоем месте… Ты пока не на моем месте. Да, я это очень хорошо понимаю. Александр Иванович! Александр Иванович! Там Светлана Александровна проснулась! Угу. Азнурат! Да-да, поняла. С добрым утром! Ну, рассказывай, как дела? Как самочувствие? Суперски! Сдохнуть легче! Не мудрено! А это, что за клешня? Ты даже это не помнишь? Смотрю. Ты ведь гараж раскурочила, помнишь, нет? Машина в хлам. А как в больницу тебя везли по скорой, тоже не помнишь? Ха! Молодец! У тебя трещина запястья! И стеклом руку порезала! Жесть! Что? Ничего. А теперь, девочка моя дорогая, расскажи-ка мне, по какому такому празднику ты набубинилась, как последний мужик на селе? Захотела и набубинилась. Ага. Просто так, без причины. Нет, я ведь все равно узнаю. Но я хотел бы, чтобы ты мне об этом рассказала. Господи! Ты ведь не угробиться могла! Дура ты набитая! Ой! Света! Света! Света, ну! Ну, прости меня! Ну, прости меня! Света, ну расскажи, ну что случилось? Девочка моя! Ну пойми же меня, я отец твой! Я ведь тоже переживаю! Переживает он! Жалостливый! А Никиту Горелова генеральный поставил тоже из жалости! Постой, но ведь ты мне сама говорила, что лучшей кандидатуры не найти! Да уж! Лучшей кандидатуры в говны дело не придумаешь! Это точно! Ах, вот в чём дело! А ну, рассказывай! Что тебе рассказать? То, что молодой, красивый, встретил девушку, столько времени ей голову морочил! Предложение сделал! Потом стал большим начальником и забурел! Шлюху себе вокзальную нашёл! Это тебе рассказать? Да ты же без меня всё прекрасно знаешь! Но постой, но ведь ты мне говорила, что у тебя с ним ничего не было! Пап, да достал ты со своей этой моралью долбанной! А ты не думал, что этим можно заниматься не только ночью? Утром, днём, в любое время! Была бы охота! Ты думаешь, что ты говоришь, Света? Не будь ханжой! Или ты думаешь, что я не вижу, как ты эту свою ознурат по углам тискаешь? Это не твоё дело! Я свободный взрослый человек! А я свободная взрослая женщина! Ты так думаешь! А ты не заметил? А как же ты тогда так рисковал, когда отправлял меня в эту долбаную Америку учиться? А? Как же ты не переживал, ночую я в кампусе или ещё? Где-нибудь? С кем я? Как я? По какому поводу? Перестань, Светлана! Все! Хватит меня лечить! Давно хотела сказать, только духу не хватало! Да! У меня был роман с твоим прекрасным крестником! Да! Мы встречались! Здесь! У него, в машине, где угодно! Только теперь я ему не нужна стала! У него шлюха есть! Сволочь! Ненавижу! Ай-яй-яй! Вот та крестничек! Ну, ничего! Ты у меня станцуешь! Вальс-бастон! Вальс-бастон! Кому ты звонишь? С крестником хочу повидаться! Соскучился! Совсем уже? Постой, хочу с ним поговорить! Не надо тебе с ним разговаривать! Отдай телефон! Сама разберусь! Это моё личное дело! А мне что делать прикажешь? Ничего! Оставь его! Дай слово, что не тронешь! Слово дай! Ну! Хорошо! Пап, повторяю! Это моё личное дело! Никита Васильевич, я с вами! Ром, не стоит! Вы уже сами нагулялись! Куда идти? Туда! Да! Говори! Я к Виктору Павловичу! Говори! Проходите, граждане! Не стесняйтесь! Постарайтесь чувствовать себя как дома! Обувь можно не снимать! Да! Стволы! Колющие, режущие предметы! Всё прошу оставить в прихожей! У нас нет оружия! Никаких обид! Но ему придётся вас проверить! Клещ! Прошу пардон! Чисто! Следуйте за мной! В апартаменты! Я представлю вас Виктору Павловичу! Собственно говоря, здесь у нас расположены холодильные установки! Мясо, птица, полуфабрикаты! На этих полках бакалийные изделия! Ну, вот так, собственно говоря! А здесь у вас что? А там ещё у нас не убрано! Там ещё ведутся работы! Вообще-то это… Это подсобные помещения! Холодильник! Мы пока что не нашли ему применения, но мы… Мы планируем, что… Лев Викторович… Об этом попозже поговорим с вами? Да! Неплохо! По-моему, неплохо! Ну что ж, в таком случае, пройдёмте в торговый зал! Пройдёмте! Прошу вас! Пройдёмте! 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 Пойдемте, подышим воздухом. Уверяю, у вас там есть где. Ну, что, молодой человек. Будем знакомиться. Меня зовут Виктор Павлович. Вас, насколько мне известно… Никита. Никита Васильевич. Я много о вас знаю. Но мне непонятны причины, по которым вы решились играть со мной. Ну, правда, это ваше дело. И я не хотел бы расстроить своего друга и вашего крестного. Вы сказали Александру Ивановичу, что я… Нет, нет. Пока он, конечно, не в курсе дела. Но когда вы проиграете, согласитесь, это сложно будет скрыть. Тем более, что вы ведь готовы идти ва-банк. Готов. Но почему вы так уверены, что я проиграю? Мы ведь будем играть честно. Конечно. Но я очень-очень редко проигрываю. Отступитесь от этой девочки. Вы молоды, хороши собой. У вас деньги, перспективная работа. Впереди в этой жизни у вас будет много женщин. А так, у вас не будет ничего. Одумайтесь. В этом нет ничего зазорного. Разговор останется между нами. Я не отступлюсь. Зачем вам эта девочка? Извините, а вам? Ну, это… Вот длинная история. Скажем так, что она мне очень напоминает одну женщину, которую уже, к сожалению, нет в живых. И вы решили создать себе ее копию? Живую игрушку? Посадить под домашний арест и любоваться ею, предаваясь воспоминаниям, да? Молодой человек, я дал вам шанс. Вы им не воспользовались. Значит, будем играть. Американка на двоих. По десять фишек на каждого. Пять партий. Третья – выигрышная. Пять партий. Помещение торгового зала спланировано таким образом, чтобы покупателям было удобно, пройдя через торговые ряды, выйти прямо к кассовым аппаратам. Добрый день. Здрасте. А где Никита Васильевич? Горелов где? А его нет. Я сам вижу, что его нет. Он должен быть здесь. Где он? Видите ли, Александр Иванович, Никита Васильевич попросил меня приехать на объект, а позже доложить ему о результатах. А почему он сам не поехал? Не имею ни малейшего представления. Да. Простите, вы наш директор? Да. Очень приятно. Олег Викторович, на пару минут. А будьте добры, вы не могли бы нас провести в свой кабинет? Ой, там ведутся ремонтные работы, грязные и сесть не на что. Ну, мы сами разберемся, где. Прошу. Пойдем. Александр Иванович, Лев Викторович, я даже не знаю, вам же здесь будет неудобно. Не беспокойтесь, нам будет удобно. Вы не могли бы нас оставить? Да, разумеется. Я буду ждать вас в торговом зале. Я была, была очень рада. Спасибо. Ну, и где же твой кореш? А, Лева? Все нормально. Это мой человек. Вы про Никиту меня спрашиваете? Нет, про Александра Сергеевича. Про какого Александра Сергеевича? Пушкина? Что ты мне голову морочишь? Я спрашиваю тебя, где он? Никита? Я не знаю. Лева, не шути со мной, ладно? Угу. Почему он не приехал на прием объекта? Дома его нет. Телефон выключен. Александр Иванович, он попросил его подменить. А сам поехал к бабе своей? К какой бабе? А их что, у него много? Или, может быть, одна? Та, которую он на дороге подобрал? А? Я задал тебе конкретный вопрос. Отвечай. И Леонид, ты тоже ничего не знаешь? Ну, как сказать? Так и скажи. Знаешь ты или не знаешь? Ну, я про девушку кое-что слышал. Но где он сейчас я… Он мне нужен, понимаешь? Срочно нужен. У меня к нему серьезный разговор. Я тебя в последний раз спрашиваю, где он. Лева, я ведь все равно его найду. И не дай бог я узнаю, что ты от меня что-то скрыл. Беряй на себя. Так что говори правду. Александр Иванович, я знаю, что у него какая-то встреча, но не с этой… С девкой? Да. То есть не с ней. Какая-то деловая встреча. Вот. А потом он мой начальник и не обязан отчитываться передо мной. О, молодец. Соображаешь. Все? Все, Александр Иванович. Честно, все. Ой, Лева, я тебя предупредил. Я тебя очень прошу, найди его поскорее, хорошо? А как он объявится, пусть свяжется со мной. Ладно? Я понял. У тебя ширинка расстегнулась. Шутка. Ага. Шутка. Марии, я наканусь, никого не могу. Ага. Шаутку. Тиупой. Стоя шутка. О, ты придешь намладать? К Strategи. Тиупой, дедушка, дедушка. Субтитры сделал DimaTorzok К вашей ставке К вашей ставке Одну Войлера А мне Три, пожалуйста Ваше слово, Ямыша Отвечаю Стрит Пара десяток Но к ним еще Вот эти вот господа Ну что же, и вторая партия за вами, юноша Думаю, не возражаете, если мы сделаем небольшой перерыв Так может быть мы... Никита Васильевич Не возражаю Это что за байдан, Дагомил? Айда, Виктор Палыч Чего? Айда, Калина, а? Пердак старый Ты о чем? Я о чем? Я о Виктор Палыче Панты колотец, сволочь Вторую партию тебе слил Что значит слил? А то и значит Я теперь понимаю, как они меня развели И тебя разводят Да в каком смысле разводят? В прямом, как кишка Подожди, ты говорил, Виктор Палыч не жульничает А он и не жульничает Падла Это Валера Кто? Тот, который банк у него мечет Я его, падла, всю дорогу пас Он карты передергивает Незаметненько Почему они дали мне выиграть две партии? Я же тебе говорю Панты колотят Они хотят, чтобы ты завелся и пошел до конца, понимаешь? Ну как же, ты заведешься Победа, казалось бы, у тебя в кармане А то бах-трах Стой там, иди сюда Последние три партии Ты проиграешь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok